В последнее время отношение к профсоюзным объединениям изменилось. Профсоюз люди стали воспринимать как организацию, которая может быть полезна, когда нужна материальная помощь или дешевая путевка. Поэтому, когда дело доходит до важных вопросов, работник остается с проблемой один на один. Трудности возникают из-за незнания законов, а значит и своих прав. Для того, чтобы на предприятиях был социальный диалог нормальный, то есть это заключается каким... должен быть документ определенный. А единственный документ – это коллективный договор на предприятии. То есть если на уровне отрасли у нас есть коллективное соглашение, на национальном также есть, а на уровне предприятия такого документа нет. И для этого он обязательный. Образовательная программа для профсоюзных лидеров дает им возможность два раза в год восполнить свои знания. Они изучают вопросы применения законодательных нормативных актов и ведения переговоров по оплате труда, чтобы решать вопросы в досудебном порядке. В противном случае придется воспользоваться услугами адвокатов. Есть практика многих районов, я не знаю, в Чадерлунге, есть авокатура, авокаты. Значит, они берут упущенные доходы, выгоды. И вот эту упущенную выгоду добавляют. И эти авокаты, как правило, выигрывают, они доходят до европейского суда и выигрывают. Высокие показатели, сплоченность рабочей атмосферы в коллективе во многом зависит от подготовленности профсоюзных руководителей. Однако опыт показывает, что не все лидеры владеют ситуацией на предприятии. В более крупных предприятиях, где в основе работающего профсоюза есть понимание, что коллективно можно использовать профсоюз как инструмент, они добиваются не только соблюдения минимальной оплаты труда, но и соблюдения других положений соглашения. В первую очередь зарплата. Второй вопрос, актуальный вопрос, это охрана здоровья и жизни, безопасности наших колхозников на рабочем месте. Мы туда включаем питание, спецпитание, спецодежду, медикаменты. Кормим бесплатно механизаторов, школьные бригады, когда у нас приходят. Создание профсоюза не всегда приветствуется руководителями. Они не заинтересованы в объединении работников в профсоюзный орган, который бы коллегиально принимал решение. Особенно сложно работать в этом смысле с фирмами с иностранным капиталом. Все-таки там, где иностранные инвесторы, есть вопросы, хотя я уверена, что там соблюдается минимальная заработная плата, но есть различные другие вопросы. Я так считаю, раз руководитель не хочет и боится создания профсоюзной организации, значит там уже не порядок. Профсоюзы в бюджетной сфере, в отличие от отраслевых, не испытывают трудности во взаимодействии с работодателем по вопросам оплаты труда. Их больше интересуют вопросы расчета пенсии и изменения в законодательство. Многие задают мне вопрос, почему есть две категории пенсии, то есть в 40 и в 75. Ответа я пока не имею. Догадываться могу, но отвечать напрямую, почему не знаю. Вопрос о пенсиях остается открытым. На него специалисты и ответят в рамках следующего учебного занятия.